Здравствуйте, уважаемые зрители канала! Сегодня мы предлагаем вашему вниманию новый выпуск на тему «Кто ликвидировал СССР?» Это не Горбачев и не Ельцин. Советский Союз распался больше 30 лет назад. Мы давно уже живем по новым законам, и жизнь, по мнению многих, стала гораздо лучше, чем была в то время. Лучше в плане комфорта, технологий. Конечно, ведь время не стоит на месте, все развивается, а сделанное в СССР тоже уже начинает разваливаться. Тем не менее, люди в возрасте довольно часто сокрушаются и жалеют о том, что распалась огромная страна. Виновниками краха считают Горбачева и Ельцина. Но на самом деле декларацию, согласно которой СССР превратился в СНГ, подписывали совсем не эти двое. Решающую подпись на документе поставил человек, имя которого многие давно забыли – председатель совета Ануарбек Алимжанов. Да, он был пешкой в большой игре, но тем не менее, при желании мог изменить ход истории. Сначала разберем, почему многие люди считают Горбачева и Ельцина виноватыми в развале СССР. Без сомнения, к единственному президенту Советского Союза претензий очень много, причем вполне обоснованных. Михаил Горбачев стремился к тому, чтобы закончить гонку вооружений, прекратить холодную войну с США, открыть железный занавес. Это ладно, но он хотел перестроить советское государство по западному типу, забывая, что у нас менталитет другой. Ведь, как показывает история, сближение с Европой никогда не приводило Россию ни к чему хорошему. Россия должна быть самобытной, и тогда она будет сильной, ее будут уважать, но любить не станут никогда. Если же наша страна станет заискивать с Западом, как это делали при Горбачеве, то все уважение пропадет. Тогда начнется самый настоящий шантаж, борьба интересов и эксплуатация России, как говорится, во все щели. Хотя, если посмотреть более глобально, то тут уже не сама Россия выступает бельмом на глазах у Запада и США, а то, что она основной претендент на мировое господство. Это, ой, как не нравится Америке. И даже если Россия этого не хочет, Запад все равно видит в ней конкурента, потому что Евросоюз и США сами хотят господствовать на планете. Подумайте, вот если бы Россия тоже стала членом Евросоюза, то нам было бы лучше? Нет. Например, Болгария или Латвия давно уже члены ЕС и НАТО. А живут ли там люди лучше, чем у нас в России? Нет, там такие же проблемы, что и в нашей стране. Особо ничего не изменилось. Их приняли в ЕС, потому что эти государства были нужны Западу как базы для размещения войск. Они стали лишь пешками в больших экономико-политических играх. Но почему-то Горбачев такой исход не предвидел или не хотел ничего замечать, думая лишь о себе. И он ничего не сделал, чтобы его родина осталась такой же, какой была при его рождении. Он не сохранил союз, подав в отставку 25 декабря 1991 года. Хотя интересно, что в своей последней речи на посту президента Михаил Сергеевич назвал именно создание СНГ причиной того, что он уходит в отставку. Вот его слова. «Я обеспокоен тем фактом, что люди в этой стране перестают быть гражданами Великой Державы и с последствиями может быть очень трудно справиться всем нам». Одновременно Горбачев защищал свои реформы, которые проводил для того, чтобы направить СССР к рыночной экономике. Также он защищал собственный послужной список. В тот день, когда выступал Горбачев, Верховный Совет СССР еще действовал. Действовала и Конституция Советского Союза. Тогда можно было просто сменить президента и ничего не разваливать. Но нет, идем дальше. На следующий день, 26 декабря, состоялась последняя сессия Верховного Совета. На ней не стали говорить о том, что нужно искать нового главу СССР. Депутаты просто не решались вступать в конфронтацию с Ельциным, который был против сохранения Советского Союза. Как раз в это время Ельцин набирал силу в правительстве. Кстати, многие люди, которые работали с Горбачевым, считают, что тот совершил большую ошибку, уехав в отпуск в августе 1991 года. И если бы он не уехал, то Ельцин не смог провернуть свои дела, и история страны пошла бы совсем другим путем. То есть, останься Горбачев в Москве, Крючков бы не создал ГКЧП. Напомню, что ГКЧП – это Государственный комитет по чрезвычайной ситуации, в которые вошли ключевые силовики СССР. Они попытались в августе 1991 года захватить Белый дом. Но после того, как на его защиту встал Ельцин и его сторонники, силовики отступили. То есть, даже если бы Крючков и решил соорганизовать путь, то Геннадий Янаев, вице-президент СССР, в присутствии Горбачева на это бы не согласился. И министр обороны Язов тоже. Они хотели сохранить СССР, но со своей акцией сделали еще хуже, сделав возможность эту минимальной. И если бы они поступили по-другому, выйдя к народу и объяснив, что именно Ельцин вынудил Горбачева дать согласие на проект, который противоречил итогам референдума о сохранении СССР, тогда результат акции ГКЧП был бы иным. В итоге судьба страны решилась путчем. Несколько тысяч москвичей вышли к Белому дому, считая, что защищают демократию. Многие думали, что ГКЧП победил, пока не увидели пресс-конференцию, на которой Янаев сообщал о проигрыше и развале СССР. Этот проигрыш мог бы компенсировать аресты Ельцина, но для того требовалось штурмовать Белый дом, пролилась бы кровь. ГКЧП на себя подобную ответственность взять не могли. Итак, Ельцин стал лидером. Еще осенью 1991-го он даже не собирался объединяться в СНГ. Ведь ему внушили, что в России, где много нефти и газа, никакого экономического кризиса не будет. Кормить она тоже никого не должна. Пусть каждая бывшая республика справляется в одиночку. При этом Ельцин тоже не хотел, чтобы его считали разрушителем Союза. Он стал разыгрывать спектакль, чтобы ответственность за это легла на представителя украинской стороны, Кравчука. Якобы эта сторона не захотела подписывать новый союзный договор, а без Украины он никому не нужен. В итоге была организована встреча в Беловежской пуще. Ведь Ельцин получил полную свободу после отставки Горбачева. И именно он стремился к демократии в стране. Значит, он и стал инициатором развала. Конечно, были опасения, что те, кто был против, сорвут встречу в Беловежской пуще. Но все прошло так, как планировал Борис Николаевич. Образовалась СНГ, а Советский Союз распался. Однако с юридической точки зрения Союз развалил другой человек, Ануарбек Алимжанов, поставив свою подпись под декларацией. Ранее ничто в биографии Ануара Алимжанова могло бы дать даже намека на то, что именно он похоронит Советский Союз. Уроженец Казахской СССР был известным у себя на родине прозаиком, мастером соцреализма и исторической прозы, автором нескольких романов. В своих публицистических работах Алимжанов поднимал обычные вопросы советских авторов. Он говорил о нравственности, о рациональном хозяйствовании, о сельских проблемах. Его сильно волновала судьба Аральского моря, которая к тому времени пересохла уже наполовину. Алимжанов выдвигал смелые гипотезы о прошлом Центральной Азии. Одна из его заслуг – это популяризация имени философа Аль-Фараби, который появился на свет в Южном Казахстане в IX веке. В перестроечные годы Алимжанов несколько раз писал на тему межнациональных отношений в Казахстане. Правда, иногда в его выступлениях были некие нотки неравноценного отношения к другим народам. Но националистам в буквальном значении этого термина Алимжанова назвать сложно. Вся эта бурная деятельность привела к тому, что Алимжанов попал на Совет Республик, как уважаемый публицист и представитель Казахстана. Со 2 на 5 сентября в Москве собрался внеочередной пятый съезд народных депутатов СССР, на котором был принят закон об органах власти в переходный период для осуществления координации взаимодействия во всех крупных регионах Союза. РСФСР не хотела занимать лидирующую позицию в этом совете. Белоруссия тоже отказалась вводить своих представителей в качестве лидеров. Тогда, 29 октября 1991 года, председателем Совета Республик был избран Ануарбек Алимжанов, представитель от Казахстана. Кстати, была версия, что этого кандидата порекомендовал Михаил Горбачев. К сожалению, политическая звезда Алимжанова зажглась среди политического разброда и шатания. В этом ему крупно не повезло. Но другие представители испытали облегчение. Вот что пишет о выборе председателя газеты «Известия». Первый в истории Совета Республик консенсус был достигнут достаточно безболезненно и оперативно. Российская депутация, как известно, заранее отказалась от права выставить своего кандидата в пользу пятерки. Чуть позже к ней присоединилась депутация от Беларуси. Алимжанов к его чести взялся за доверенное ему дело со всей ответственностью. По воспоминаниям писателя Леонида Теркопяна, председатель предостерегал остальных от горячности и опрометчивости, добивался взаимопонимания и согласия. Правда, уже тогда в его голосе сквозили ноты усталости и обреченности. Наверное, Алимжанов понимал, что ни ему, ни остальным депутатам уже не удастся спасти союз социалистических республик. Тем не менее, Ануарбек Алимжанов проявлял чудеса дипломатии, стараясь удержать баланс, не допускать ущемления интересов всех присутствующих. В итоге он все же пришел к убеждению, что сохранить СССР не получится. Однако нужно хотя бы оставить дружеские отношения между странами. Тогда-то и появилось СНГ – Содружество независимых государств. Это было отмечено в Декларации номер 142Н, которая фактически констатировала смерть Советского Союза. Тогда, в своем выступлении перед депутатами, Алимжанов напомнил всем о том, что говорили на самой первой сессии Верховного Совета СССР в 1938 году, что нужно стремиться к мировой революции, к социальному равенству и справедливости во всем. И, как подчеркнул Ануарбек Алимжанов, все это не сбылось. Увы, оказалось, что в истории перешагивать через эпохи невозможно. И вот мы снова вернулись к капитализму. Причем, наверное, не в развитом его виде, а, может быть, в самой дикой форме. Конечно, не все были согласны с решением Алимжанова. Известный в те годы политик депутат Вавил Носов заявлял, что Совет Республик не получил законные возможности, чтобы похоронить СССР. Тем не менее, большая часть присутствовавших тогда депутатов согласилась признать то, что произошло, и смириться с образованием СНГ. Вот так была поставлена точка. Ануарбек подписал декларацию и уехал в родной Казахстан. Там он стал главой социалистической партии Казахстана, но быть избранным в Верховный Совет Родной Республики этому человеку уже не довелось. Ануарбек Алимжанов скончался 9 ноября 1993 года. Скорее всего, отказ от борьбы за сохранение СССР и передача власти Ельцина уже были предопределены. Ведь к тому времени Горбачев уже отдал ядерный чемоданчик в руки Ельцина и был выселен из своей государственной квартиры. А потом руководство России уже ни за что не вернуло бы право управления стратегическими ракетами в Союзный Центр, так как Ельцин не признавал его легитимность. А на простых людей большое психологическое влияние оказал спуск советского флага над Кремлем. Многим тогда казалось, что все уже кончено и ничего не вернуть. Приведем еще одну цитату. Она может подтвердить, что в руках Ануара Алимжанова, несмотря на то, что он уже не верил в сохранение СССР, была такая возможность. Просто он ее не использовал. Самих депутатов на следующий день освободил от должностей Верховный Совет Российской Федерации. Приказ действовал только на территории Российской Федерации со 2 января 1992 года. Но ни тогда, ни потом никому не пришло в голову, что у депутатов ВС СССР формально оставалась целая неделя, чтобы изменить решение переголосовать и снова создать Советский Союз. Однако не стали, ведь наступал Новый год, долгожданная свобода. Правда, в магазинах по-прежнему ничего не было. Вдумайтесь в эти строки. Еще неделя до распуска Верховного Совета Российской Федерации. Это была реальная возможность спасти огромную страну. Но ни Ануар Алимжанов, ни остальные депутаты этим пренебрегли. Почему они сдались, не стали бороться до конца? Не хотели? Устали? Боялись давления со стороны Ельцина или Горбачева? А что бы было, если бы Алимжанов и остальные депутаты просто не стали голосовать за распад? К сожалению, история не имеет сослагательного наклонения, и ответа на эти вопросы просто нет. Однако ясно одно. Последнее слово в том громком историческом событии оставалось за Ануаром Алимжановым. Но он не воспользовался шансом сохранить СССР. Для того, чтобы посмотреть и узнать еще больше интересных фактов неизвестной истории России, подпишись на канал и поставь лайк. Мы постараемся донести до каждого зрителя настоящую неизвестную историю России.